Здравствуйте! Сегодня у нас снова Hot Wheels. Но на этот раз у нас специальный выпуск, за который огромное спасибо дяде Вове Тишевскому. Сегодня у нас машинки из коллекции прошлых лет. Ну и к тому же эти машинки родом из Америки. И они отличаются от Hot Wheels, которые подают у нас информацией и формантами. Вот машинка из коллекции 2014 года, которая подается у нас. И американская версия прошлых лет. На американской версии есть дополнительная информация о машинке. Ну, по содержанию машинки вроде как похожи. Давайте рассмотрим каждую машинку поподробнее. Это машинка из коллекции 2010 года. Она называется Tiro P34. Сзади есть вкладка информации про эту машину. Эту машину построили в 75-м году прошлого века. Ее построили в Англии. Также она участвовала в гонках Формула-1. Специфика этого болида в том, что у него спереди 4 коллекции вместо 2. Это сделано для лучшего сцепления с дорогой, чтобы машина лучше слышалась управлению. Ну, давайте ее раскроем. Также в этой машине в кабине сидит водитель. Сзади мы видим большой мощный двигатель. И цифру 3 на корпусе. Также сзади заспорили. Мы видим логотип Goodwill. Это машинка из коллекции прошлого года. Она входит в серию Hot Virus Stunt. И это такая песчаная бархи, которая так и называется Quick Sand. Быстрый песок. Сзади мы видим, что эта машинка не существовала в реальности. В тексте просто рассказывается, что это песчаная бархи, что на ней можно участвовать в гонках на песке. Ну, давайте откроем и посмотрим ближе. Эта машинка кислотно-зеленого света с синим остеклением. И надверх стоит цифра 6. Корпус машинки высоко поднят на землей. И также машинке придает специферический вид. Открытые слова. Следующая машинка из коллекции 2010 года. Это такой ход-род с токсичным альфа-маленем. В желтом корпусе. И с сашечками по бокам. И сверху. Эта машинка ходила в сирию Hot Wheels Performance. И называется она 41 Wheels. Также на упаковке нам сообщают, что эта машина построена в 1941 году в США. Она участвовала в гонках двух рейсеров. Открываем и смотрим поподробнее. Машинка выглядит очень здорово. Из капота у нее торчит трубодвигатель. Сзади большие колеса. Также сзади вот видно тормозной парашют, который выпускает дорог Рейсера, чтобы затормозить. Также мы нашли такую особенность во внухах, в российских машинах. Сзади есть специальная рама, которая позволяет не перекидываться в машине во время заезда. И тут она так же есть, она спрятана. Когда машина разгоняется, то у нее поднимаются передние колеса, и она даже может взлететь. Поэтому для таких машин я сзади упал. Это очень интересный элемент. Надеюсь, что вам понадобился наш обзор. Мы ждем вас в следующих выпусках. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok